И я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами Данил и Макс. Я думаю, что ни для кого из наших подписчиков не секрет, что как в России, так и в западных странах популярна не столько Япония и японская культура производства, как ее прочтение в местном исполнении. Поэтому мы решили разобраться, а есть ли в так называемых японских ножах что-то по-настоящему японское. Или нет. Кто знает, давайте начинать. Так, пока Данил нет, поговорим о самом традиционном массовом восприятии японского ножа. Поговорим про Американ Танто, который по понятным причинам к Японии имеет никакого отношения. В 1970 году Боплюм создал свой первый нож на самодельном гриндере. После пары лет изучения рынка и работы над ошибками на основе традиционных японских клинков, он создал то, что мы все сейчас знаем как Американ Танто. От традиционного японского ножа Американ Танто отличает более агрессивный угол кисаки. Можно просто сравнить эти два ножа рядом, чтобы понять принципиальную разницу. Традиционные же японские танто – это маленький меч. И если традиционные для самурая пары – это катана и вакидзаси, то странствующие врачи, торговцы и разного рода маргинальные элементы предпочитали как раз вот такой предмет. А теперь слово Даниилу. Он расскажет вам по-настоящему традиционный японский нож Хиганаками. Я исчезаю из кадра. Спасибо, Макс, за краткий рассказ про ножи Танто. Итак, Хиганаками. Первый его чертеж появился еще в 1864 году. Инвестовал его мастер Тасабуру Хигимацу. Тогда он совершенно не представлял, насколько популярным станет его изделие. Чтобы перенести нож с чертежа в физическую модель, Тасабуру начал сотрудничество с еще одним известным японским мастером – Тейджи Мираками. Тейджи, в свою очередь, стал автором того самого хвостовика, который помогает при открытии и закрытии данного ножа. В 1896 году было запущено массовое производство складных ножей под брендом Хиганаками. А еще через несколько лет, в 1899 году, к двум мастерам присоединился третий – Шейдзе Нагана. И после этого было принято решение создать гильдию именно под брендом Хиганаками. Именно с тех самых пор именно те ножи, которые выпускаются под гильдией, являются теми самыми историческими правильными и оригинальными ножами Хиганаками. Таким образом, мы понимаем, что традиционный японский складной нож не такой уж и старый, а стал он популярным благодаря своей максимально простой конструкции и невысокой цене, которая будет популярна всегда. И да, это по-настоящему японский нож. И еще немного о традиционных ножах – киридаши. То, что у нас принято называть сапожным ножом или косяком. В общем-то, сугубо утилитарный предмет, изначально предназначенный для работы по коже, по дереву или по бумаге. В данный момент, наверное, просто стильный аксессуар для любителей крафта и всякого рода восточной тематики. Надо добавить, что Япония, помимо всего прочего, пускает огромное количество всякого рода салового инструмента, как, например, вот этот окулировочный нож из стали аугами. Предмет крайне харизматичный и по-своему красивый. Хочу сказать пару слов о современном ножевом производстве. В Японии производится большое количество складных ножей, начиная от коренных японцев, такие, как, например, Мкаста, и заканчивая американскими спайдерками. И стоит сразу сказать, что многие из этих ножей пользуются большой популярностью среди ножеманов. Этому способствуют высокий уровень слесарной обработки, подгонки деталей, да и, в принципе, сам внешний вид и характеристики этих ножей. Но вот могут ли они конкурировать с современными китайцами, это, конечно, вопрос открытый. На этот вопрос мы ждем ваших отметок в комментариях. А касаемо того, японцы они по-настоящему или нет, ну тут на самом деле все как никогда просто. Мкаста, да, коренная японская компания, которая основана и до сих пор располагается там. А вот, например, спайдерки, это просто заказные ножи, сделанные в Японии с той самой все-таки японской душой. Ну, Макс, смотри, в CRKT аж три новые модели выпустили, прикинь? Чего это заполнило? Да, на живые новости ножикова. Тут, короче, различные новинки постят, различные ролики, юморной контент тоже встречается. Прикольно. Да, да, вот, типа, интересно. А еще тут есть чат, телеграм с промокодом на скидку. А что за скидка? 7% на ассортимент магаза. Прикинь? Вот, телеграммчик. Ну, что мы, собственно, сейчас в холодняках и в холодняках? Давайте о хлебе насущном, о кухне. Японцы, как никто, знают в этом толк. На самом деле, традиционными японскими кухонными ножами, типа дэбы или нагибы, вряд ли кто-то из наших подписчиков будет пользоваться на кухне. Вряд ли кто-то из нас каждый день или, как-то, раз в неделю разделывает на кухне огромного тунца. Так что это, пожалуй, мало актуально. А вот современный их извод – это действительно классика. Тонко сведенный, прекрасно закаленный, исключительно легкий и удобный, эталон кухонного инструмента. Вот как этот нож от фирмы Таджира. Углеродистая сердцевина, обкладки из нержавейки – великолепный предмет, который придется по руке и мужчинам, и женщинам. Японцы, как никто, чувствуют тренды. И вот в этом самом единении традиционного качества производства и современных технологий мы получаем то, что можно назвать и в Японии, и в Европе настоящим японским кухонным ножом. Итак, Макс, есть ли в так называемых японских ножах, упомянутых в начале нашего ролика, что-то по-настоящему японское? Ну, в некоторых из них есть, как минимум, японский дух. Это и традиционный ответственный подход к качеству производства, и формы, узнаваемые всеми. Так что, думаю, да, ответ будет положительным. В японских ножах много японского. А как считаете вы? Ждем вашего мнения в комментариях, и на этой позитивной ноте предлагаем завершать наш сегодняшний обзор. Легкого реза. Пока.